здравствуйте дорогие мои сегодня хотел поговорить с вами о духах земли ну рядом с нами нам кажется что мир такой прямо как бы жесткий но на самом деле рядом с людьми существует столько существ которых он не замечает и я бы сказал даже какие-то как параллельные цивилизации ну одна из групп этих существ это духи земли я хотел рассказать вам одну из первых таких осознанных встреч с этими духами которые конечно так произвели меня впечатление заставили ну как бы начать замечать их первую очередь подмечать признаки их появление их нахождение рядом но это была дайверская поездка то есть мы ездили нырять с аквалангом не так далеко от москвы где-то 500 километров находится в нижегородской области такой ватский район и село ват называется и там была пещера пещера в озере подводная пещера ну в которую мы поехали нырять сейчас она уже и и завалила то есть она обрушилась и там но остались такие ну не проходы человек туда уже не может проникнуть как раньше так это была такая она большая пещера где-то на 20 метрах под водой и в длину она наверное было где-то метров тридцать пять-сорок ну а дальше она уже сужалась и там но невозможно было пройти хотя возможно но таких смельчаков я не знаю потому что там ну оттуда прямо бил поток это было как бы подводная река которая выходила наружу и конечно когда она широкая пещера это поток чувствовался но туда можно было пойти когда там уже сужалась там как там как знаете в водопроводном крайне уже напор вперед и там что-то это там тебя дальше ждет в этой пещере так что она была такая односторонняя заблудиться там было невозможно потому что она была светлая достаточно большой вход и как-то свет в нее проникал и все было видно хотя конечно фонарями туда ныряли но такая и плюс белый известняк такой вот как мелко целите известняк по это такой светлый и так тоже такое впечатление отражал солнце и было было приятно в этой пещере и ездил я наверно туда раз пять нырял уже потом даже когда пещера обвалилась тоже я все все думал что там какой-нибудь проход можно будет найти но пока нет пока нет возможно сам там река тает течет то есть потоки там ну ключи бьются одна там возможно еще размоет этот будет размой ну сколько для этого потребуется год 10 лет но место конечно чудеснейшие но мы с вами у нас с вами мистической направленность поэтому будем говорить о такой мистической стороне этого озера ну тогда я в общем то об этом конечно не задумывался и на выходные мы вот с другом с одним сели в машину загрузили оборудование баллоны и поехали поехали 500 километров даже не знали где остановиться так думали как ну и в коем случае машине переночуем поныряем потому что узнали по слухам что стоит находится прямо в деревне может деревне где там дом домик снимем еще что то такое ну это общем то неважно мы где-то в 15-20 километрах от этого озера приехали посмотрели на него решили не нырять потому что устали и остановились там пансионате пансионат там завода газ и вот там какой пансионат мы там замечательно сняли номер что-то провели вечер ну и с утра с утра поехали к этому озеру а это даже не озером производит впечатление пруда но это общем то есть пруд то есть за пруда там речку перегородили плотиной и образовалась вот это вот вот этот пруд ну вид достаточно неказистый потому что деревенские дома очень очень много старых покосившихся некрашенных какие-то заборы жердей которые спускаются к реке густые камыши грязь пахнет животными потому что на водопой ходят на корову ну то есть прямо вот деревни сейчас есть на им такие нет но и в посреди этой вот пруд ну там где-то эта пещера находится метров 250 300 от берега и там видно какое-то вот прям пятно потому что весь весь этот пруд мутный а там вот какое-то пятно до 30 метров конечно не особенно развеешь на виду что там прям вода как-то колышется как не так как во всем во всем озере приехали собрали оборудование и я фотографировал ну это фотографировал я тогда любил фотографировать и тоже имела такую мистическую направленность меня много было фотографий таких мест и даже проявлений таких я бы сказал потусторонних сил я фотографировал дымовых и и лешего в лесу то есть были такие фотографии реально но к сожалению вот эти когда вы фотографируете мистических существ в конце концов вы не можете долго сохранить фотографии ну цифровую я имею ввиду всеми что-то происходит в конце концов но она какое-то время существует а потом что-то происходит там карточка теряется как-то размагничивается но в общем все пропадает вплоть до того что там камеру с этой карточкой украдут или еще что-то такое что-то пропадет то есть вот фотографии они тоже несут вот это вот вот этот заряд и он не может не может долго храниться ну или я муж такой лопух что что не ценил и не это не на десяти этих носителях не разбивал это все но неважно я фотографировал фотографировал пока мы там одевались какое-то время достаточно длительное 20 минут пока готовили оборудование там собирали я-то быстро собрал и вот фотографировал деревья фотографировал это место и в какой-то момент я прямо вот увидел как из того вот это вот эти вот 300 метров оттуда как бы вот огромный огромный шар так порядка два метра в диаметре где-то два может быть два-три метра он прямо как банк как под найти мыльный пузырь он оттуда вышел и меня так поразил он был прозрачный на солнце я начал фотографировать это и один шар потом второй и вот эти три шара больших прямо они симметричные круглые они выходили и и поднимались вверх я вот ну как мы можно больше фотографировал потом уже в какой-то момент сказал там смотри посмотри посмотри он мой этот дружок-то был увлечен там крутил эти вентиля собирался ну чё-чё там ну глянул он так это ну то есть он не увидел этих шаров не увидел но это было наверно вот где-то ну минуты три на пленке я вам показываю смотри посмотри 10 на пленке то есть не на пленке она цифровой фотоаппарат был вот эти вот кадры прямо так как я делал много кадров видно вот динамика то есть как этот шар выходит следующая фотография он там чуть выше чуть выше потом другой шар и вот эти три шара ну вот ночью этот на дефект какой дефект но это знаете это просто настолько такие и светлые как-то давно было конечно уже уже я всю дорогу мистический настроен человек и понял что то есть это прямо как портал вот эта пещера это портал и оттуда вот вот вышли 3 как я понял достаточно светлых духа потому что впечатление производили как уах это не какая-то там вспышка там серый пахнет не этот прям вот как что-то величественное было в движении этих шаров ну мы собрались уже с каким-то я в таком настроении приподнятым мы пошли там достаточно тяжело потому что первые метров 50 буквально там потому что ил устоил а в ластах в этом костюме сухой костюм груза баллон тяжело плыть невозможно потому что слишком мелко где-то там по пояс плюс еще ноги проваливаются то есть пришлось ласты снять идти ну там прям по илу проваливаясь прежде чем можно было как-то опуститься и и нырять ну то есть уже в воде легче легче забодрожным плыть еще там надо было сколько-то плыть а в одном вода мутнейшие непонятно приходилось всплывает смотреть выглядывать где где вот это вот пятно пузырится и вот какой-то момент начала глубина по понижаться и прямо вот как из этой мути в кристально чистый вот этот вот прямо столб воды вот он вот он выходил из этой пещеры которая глубоко она такая светлая с темным достаточно величественный вид и очень большая разница такой контраст между вот грязным деревенским прудом и вот это его прямо жемчужиной в нем и это вот произвело на меня впечатление прямо вах меня пропали слова пропали мысли от такой величественности этой картины ну и я услышал вот прям этот но это не голос не слова ну вот смысл был это такой заходи не бойся мы ждем тебя вот это были не с них они не как на эти слова в голове это было вот именно как и общаются духи они мне не важен язык на котором вы говорите это абсолютно неважно они могут говорить на любом языке это просто вот информация она вот вы воспринимаете как как комплекс все это и чувства и и звуки то есть это не слова а просто вот ты получаешь вот этот файл как бы информации и он всеобъемлющий в нем и чувства и звук и запах и какой-то эмоциональный посыл энергетика то есть это больше уровень больше слова то есть вот на таком языке разговаривают духе и то есть я прямо потому что остолбеневший висел вот над этой пещерой но не решаясь даже вот как от величественности когда я получил вот это приглашение я уже на это стравил воздуха из жилета из костюма и опустился там надо было так вот как бы всплывать мне немножко под углом вплыл и опустился на дно на вот этот вот светлый известняк и вот тоже вот в этом мой друг тоже нырнул там он начал как муха метаться там между стенами что-то там смотрите это я вот просто ну на этом дне стоял на дне можно сказать ну и и больше чувствовал чем смотрел потому что величие вот вот это вот и какая-то благостность несмотря на то что вроде под землей подземные духи но какое-то вот хорошее ощущение я понял что вот это вот энергетика близка мне вот эта энергетика земли этот проход то есть явно это портал был портал ну сейчас он закрыт или может быть закрыт для людей но в принципе конечно наверное это проход в другой мир и там ну есть какой-то привратник контролер достаточно такое существо благостное ну конечно там это больше ничего такого сверхъестественного не происходило никто не являлся к нам то есть все это знаете на уровне вот этих вот полутонов на уровне чувств но то есть я уже но реально было понятно что что здесь присутствует существо ну мой друг этого не заметил хотя потом конечно там говорил фотографии дали сильно что-то странное что-то что-то непонятное все в общем-то на этом мы сделали еще несколько погружений в этот день там у нас было ограниченное количество баллонов там по 2 на человек то есть мы вот вы дышите поднялись еще под какой-то отдохнули поели еще нырнули но конечно первое впечатление было самое вот это вот самые сливки по после этого еще несколько раз мы ездили ну вот чтобы такого 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 я не испытывал конечно потому что уже уже энергетика она уже была привычная до этого этот был вот такой эмоциональный шок конечно потом уже я определял эту энергетику я реал не в одной пещере ордынская очень большая огромная тоже такая могучая светлая пещера и там достаточно серьезный дух достаточно серьезный и пещера очень серьезно но я бы сказал но она уже начала брать жертвы там там погибли по-моему три или четыре человека дайверы ныряльщики то есть пещера забрала их ну или они не выдержали энергетики этой пещеры но об этой обортынской пещере особый рассказ туда надо надо потом еще я нырял в мраморном карьере в карелии там совершенно другой характер духа там темнее жестче как бы так вот ну страшнее но это тоже отдельный рассказ пока видите духи земли особая особая каста тут и земля и вода и под землей но это помогло мне после этого я стал как-то легче входить в контакт с этими духами что в принципе помогло мне я как-то одно время увлекался ну кладоискательством с этим с металлоискателем и под водой и по по суше и понял что в общем-то в любом месте есть хозяин то есть любое поле любой какой-то лесной массив есть свои духи которые отвечают за это и от того насколько как вы пойдете к ним зависит но результат вообще выйти вы из леса или нет или лазутом неприятности но об этом тоже отдельный рассказ может быть действительно целый плейлист вот об этих духах земли всех пещерных духах с которыми встречался взаимодействие с вот этими духами которые могут вам дать клад а могут не дать тоже серьезное дело ну все дорогие мои пока до следующих встреч